Эм Я знаю, что вы думаете. Это ерунда. Дану. Да. Эмили, дай нам посмотреть. Эмили, если тебя укусили, ты можешь превратиться в такого же монстра. Да, это просто смешно. Он же сказал это от того, что они друг друга ели. Ты слышала? А он это имел в виду? Да. Раз он тебя укусил, ты тоже станешь виндигой и захочешь убить нас. О, Господи, что теперь делать-то? Ты должна уйти. Что? Майк! Уходи. Ты издеваешься? Эмили, ты теперь опасна. Ты офигел, что ли? Послушай, ты не можешь остаться здесь. Майк, остынь, хорошо? Откуда нам точно знать? Может, это просто укус? Я видел, на что они способны. И с меня хватит. Вы что, ребята, вы совсем? Вот дверь. Я даю тебе уйти добровольно. Нет, ты просто отправляешь меня на смерть, но хочешь остаться чистеньким. Ты знаешь, что виндига тут же меня разорвет, как разорвал того. Да уйди ты, наконец, слышишь? Ты, уйди отсюда! Ладно. Эй, 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 Майк, остынь. Ты стрелять будешь? Майк, в меня? Ты слишком опасна, Эмили! Нет, нет, не надо! Мне очень жаль. Нет, я не могу. Господи, ты правильно сделал. Ну, надеюсь. Не знаю. Посмотрим. Блин. Чёрт, чёрт! Следите за ней. Если хоть что-то пойдёт не так, что делать знаете? Да. Ждите здесь. Ясно? Выходить нельзя. Я скоро вернусь. Я думала, он сумеет нам помочь. Кто, тот дядька? Теперь нам конец. Нет, это значит, что нельзя раскисать. Мы и сами справимся. Я не уверена. Эшли, старый отель, 451. Найдена улика, дневник каннибализма. Немногие осмелились охотиться на Виндиго. Я единственный, кому удавалось их обуждать. Да он же ненормальный. Услышишь мои слова? Не то тебе грозит смерть, и после тебя погибнут ещё многие. Виндиго не должен вырваться на свободу. Виндиго – порождение каннибализма. Когда человек отчаялся, но когда он попадает в снежную бурю и не может спуститься с горы. Когда его много дней мучает голод, вот тогда в него вселяется дух Виндиго. Даже сильный человек против него беззащитен. Он будет убивать без пощады. Зачастую, как раз своих бывших спутников, он будет пожирать сырое мясо трупов. Я видел такое своими глазами. Много лет назад жажда человеческого мяса, которую ничем не утолить. И начинается превращение. Сперва меняются глаза. Становятся белые, как молоко. Потом зубы удлиняются, подобно клыкам. Чудовище растёт, и кости растягивают кожу. Когда-то в этих горах жило племя, именуемая Кри. Их шаманы раскрывают легенды о высоком существе, рождённом во льду. Племя с уважением относилась к этой горе и живущим на ней зверям. Кри почитали эту гору как святыню и всех здешних зверей. Они тоже считались святыми. Кри верили, что того, кто убьёт животное на этой горе, постигнет несчастье. Поэтому они охотились в других местах. В 1893 году на гору прибыли шахтёры. Они обнаружили здесь залежи Олова. А позднее следовое количество радиа. Они прорубили шахту в самую глубь священной горы. Кри говорят, гора взвыла от боли и на волю вырвался злой дух. Глаза Виндига меняются. Его зрение затуманено. Но движущийся предмет он видит. Необыкновенно остро. Он охотник, как яс. Тех же, кто стоит на месте, он не видит, если не шевелится. Виндига тебя не заметит. Кожа и мышцы Виндига твёрдые, как броня. Он не чувствует боли. Его нельзя изрубить. Нельзя зарезать. Пули не пробивают кожу, хотя заряд дроби ненадолго его отпугнёт. Виндига когда-то был человеком, поэтому он знает, как на вас охотиться. Он умеет подражать жертве. Тебя спасёт только бдительность. Я убил шестерых Виндига. Ножи и пули против них бесполезны. Нужно сжечь их огнём. Огонь – лучшее оружие. Пламя окутывает их, сжигая кожу. И они слабеют. Но только не убивай их. Убийство – это крайний мир. После смерти дух Виндига врывается из тела. Я запер их, поймал силки, а потом сжёг огнём. Чтобы загнать в клетку приманку, были человеческие конечности, которые я взял у тех, кому они больше не понадобятся. Одного за другим я изловил всех, кто рыскал в этой горе. Существует защита. Шаманы знают ритуалы. Я нашёл на горе артефакты индейцев. И скопировал их в татым, связки, трав и перья. Я смастерил копии. Я их испытал на открытой местности. Они работают. Они отпугивают Виндига не всегда. Но этого хватает. Но в помещениях от них никакого толку. В легендах племени Кри говорится, что Виндига вырастает из укуса другого Виндига. Но укус безвреден. Меня кусали. Но я остался прежним. Единственный способ это есть мясо человека. По-другому это не происходит. Обнадёжить. Написано... Укусы... Если тебя укусят, это не заразно. Типа, ничего страшного. Дай посмотреть. Что ты сказала? Эм, с тобой всё нормально. Нормально? Укус не опасен. Майк чуть не убил меня. Это нормально? Ну не убил же. А эта, сука, только рада. Эм, не надо. Она просто испугалась. А я не испугалась? Прости, прости, Эмили. Я не знала, что может случиться. Никто не знал. Слушай, хватит. Даже не отмазывайся. Эмили, ну постарайся меня понять. А вот так тебе понятно, овца? Вот это плюха. Прости меня. Ну пожалуйста, прости меня. Чёрт. Нет, нет, нет. Нам нужно к Майку. Срочно. Эх ты, Джошуа. Зря ты меня не слушал. Это по твоей вине погибли люди. Даже не знаю, что хуже. Своими активными действиями обречь кого-то на гибель или позволить трагедии случиться. Потому что тебе лень было пошевелиться. Помочь другому. Помнишь год назад, а? Ты бросил сестёр умирать. Пальцем не шевельнул. Ты гасковал страх за самого себя. И ты наплевал на истинную угрозу. Ты думаешь только о себе, Джош. Всегда только о себе. Твоя игра закончилась очень плохо. И твои друзья, как и твои сёстры, тебя бросили. Ты один. Ты чувствуешь ледяное дыхание одиночества? За что ты так с ними? Джошуа, объясни. За что? О, ну разумеется. Они же были твои друзья, а ты обманул их. Заставил их пережить настоящий кошмар. Мне так жаль. Надеюсь, ещё не поздно раскается, Джошуа. И что твои друзья, если в них прям тебе друзья, могут спасти тебя от шуткого одиночества. Ранее, даже и до рассвета. Ребята, слава богу. Почему так долго? Всё пошло не так. Его нет. Мы опоздали. Тихо. А он... Стой! Не двигайся. Твою матку! Какого... Что ты ищешь? Другой выход. Майк, слушай, ключа от фуникулёра нет. Джош. Его забрал Джош. Что это такое, Эм? Может, он забрал Джоша в шахту? Эм, что это? Ты слишком опасна, Эмили. Стой. Нет, я не могу. Может быть, ты правильно сделал. Следите за ней. Я скоро вернусь. Девятая глава, отчаяния, два часа до рассвета. Так-так-так-так. Майк, лечебница, 5-0-3. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо так перед лицом вплотную зажег и даже не опалился. Забавно. Продолжение следует... 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 Вперёд! Ну, судя от того, что этот Виндика ещё был в одежде, но ещё свеженький. Чёрт! Молодёжь! Нет, этого просто не может быть! Кто здесь? Чёрт! 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 Твою мать! Ты сдох! Отвали! Ну, волк вообще красавчик! Чёрт! 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 Хороший пёсик! Чёрт! Это ещё что? Эта сучка ещё одна здесь! Лучше всего в данный момент не двигаться! Стой! Всё молча! Чёрт! Охренеть! Зараза! Ладно. Ну давай, сволочь. Где ты? Черт, какого? Что? Где же это кончится? Господи! Это какой-то кошмар. Ладно. По очереди! Меня хватит на всех! Что у тебя? Ладно. Охренеть! Охренеть! Нет! 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 Нет, волчок! Не советую тебе с ним биться. Сила не равна. Ах! Знаю! Вот! Ах, их теперь двинует! Поехали! 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 Дружок! Иди сюда! Не бойся! Ладно, дружок! Ну, хоть волка я спас! И то отлично! Надо бежать отсюда быстро! А здесь этих тварей будет еще больше! Закрыто, походу! Там, с этой стороны! Вот это жопа! Вот она! Она по-любому стреляет! Ну, вон, еще одна! По бакам стрелять пока не стоит! Но если это зарушить не стесними... Все! Ну, кажется, это у нас Джессика! Вся израненная в крови! Е-мое! Боже мой! Боже мой! Боже мой! Ммм, как будто кто-то специально там одежда оставляет! Ах! 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 Давайте, не тормозите, надо искать Майка! Идем! Эй! тоннель в лечебницу 516 ободрить пойдем вместе ничего майк подождет а чёрт наверное майк за собой закрыл придется искать другой вход стоп эй а может сюда может попробуем другого выбора у нас похоже нет честно говоря мне совершенно не хочется туда лезть ну кто первый после вас